Женская гандбольная суперлига стартовала, а Кубани открыла сезон домашним матчем против Динамо Синара из Волгограда. Посмотрим на старт желто-зеленых. Битвы Краснодара против Волгограда когда-то были классикой российского гандбола. Те времена давно прошли. Сейчас Кубани и Динамо Синара одни из самых молодых клубов суперлиги. Средний возраст краснодарской команды 23 года, Волгоградской и вовсе 19. Обе стартовали в чемпионате России в непривычной обстановке. Первый матч сезона прошел без зрителей. Когда нет болельщиков, которые болеют за нас, это конечно минус. А так, я думаю, плюс в другом, что девочки слышат хотя бы слова тренера, что можно чуть-чуть накричаться. Оба клуба перед чемпионатом обновили дизайн атрибутики. Динамо сменила логотип, Кубань представила эффектную желто-зеленую форму, на майках которой изображены основные символы Краснодара. А вот в сезон соперники вошли в разное время. Если для Волгоградок поединок был дебютным, то краснодарки открыли игровой год матчами за Кубок России, где в битве за третье место потерпели обидное поражение от Астраханочки. Конечно, хотелось ощутить медали на шее и старались немножко как бы отодвинуть этот проигрыш назад и настраиваться уже на чемпионат. Началась встреча с двух точных попаданий Динамо. Кубань вскоре оппонента догнала, но тот и не думал отпускать фаворита. Коллектив Любови Сидоричева играл с большим желанием. Часто проводил быстрые атаки. Желто-зеленые от соперника старались не отставать, но создать быстрый задел в счете не смогли. Первый тайм довольно сенсационно завершился в ничью 15-15. В середине второго наступила кульминация матча. Нашелся неожиданный герой. Анна Ефимкина, которая вернулась из-за Гуадеив, где была в аренде. Три ее точных броска положили стартеры в Кубани. Разницу минус один они превратили в плюс одиннадцать. Старалась просто проявить себя, чтобы тренер, если выпускает, значит нужно показать себя, чтобы попадать в состав. Скучала по этому залу. Мне очень нравится играть в этой команде, в этом зале, поэтому было очень классно. Ефимкина затем забивать продолжила. С девятью мячами стала лучшим бомбардиром поединка и заслужила редкую похвалу Евгения Трифилова. Краснодарки оторвались в счете, раскрепостились и стали гораздо спокойнее реализовывать свои моменты. Последние мячи в составе желто-зеленых забросили прошлогодние дублеры Валерия Вайкум и Данила Данильченко. 34-26. Кубань не без труда начинает новый сезон с победы. Евгений Резник и Нил Ракша. Кубань-24. Краснодар.